Кому достанутся лавры победителя в сирийской войне? Чем ближе завершение активной фазы боевых действий в Арабской Республике, тем актуальнее становится этот вопрос для мировых лидеров. Сегодня о своих заслугах в кампании по борьбе с ИГИЛ заявил Дональд Трамп. Дескать, это его победа. В Москве они немедленно возмутились. Это ведь именно к Владимиру Путину летают президенты Турции и Ирана договариваться о послевоенном устройстве. Именно он, Путин, на днях посетил базу Хмимим в Сирию, чтобы объявить об успехах и начале вывода российского контингента. Что происходит в Арабской Республике и вокруг нее? Лиза Камин с подробностями. Церемония подписания оборонного бюджета США вполне себе рутинная процедура, перед которой президент произносит протокольные слова. О задачах и трудностях, которые стоят перед Пентагоном, думая о том, как армия США благодаря новому бюджету планирует защищать американцев. Но с приходом к власти Дональда Трампа почти каждая привычная церемония приобретает неожиданный поворот. Перед тем, как поставить свою подпись под документом о военных расходах Соединенных Штатов на 2018 год, хозяин Белого дома объявил о том, что Америка победила в Сирии и Ираке. Мы выделяем средства на продолжающуюся борьбу по уничтожению ИГИЛ. Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются. Предшественник Трампа Обама на последние слова не отреагировал, но вот российская пресса и политики обвинили американского президента в краже чужой победы. Мол, американцы хотят примазаться к российской славе. Заголовки российских государственных СМИ показательны. Они сводятся к слову «приписывают». Но если взглянуть на ситуацию объективно, то международная коалиция действительно вытеснила ИГИЛ из Ирака, освободила многомиллионный Масул в Сирии, очистил от экстремистов ряд городов, в том числе Ираку. Я напомню, кстати, что исламское государство провозглашало Ираку своей столицей. И, тем не менее, официально в победе над ИГИЛ первым заявил не Трамп, а Путин еще 6 декабря. Министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Ифрата завершены полным разгромом террористов. Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов. Американские политологи отмечают, что Путин победил, но победил повстанцев, обеспечив Асаду относительно стабильное положение. Здесь с самого начала операции ВКС России в Сирии сделали вывод, что террористов Москва бомбит во вторую очередь, а в первую именно вооруженную сирийскую оппозицию. Впрочем, многие эксперты возражают. В Арабской республике слишком много группировок и действующих то под девизом борьбы с властью, то под флагом террористической ИГИЛ. Но факт остается фактом. Россия вытеснила Америку с Ближнего Востока. И это проблема для Дональда Трампа. Для США в целом сирийская кампания более чем значительна. С 2014-го Америка потратила более 14 миллиардов долларов на войну против исламского государства. Америка возглавляет коалицию и президент лично на фоне ряда болезненных поражений во внутренней политике заинтересован в том, чтобы подчеркнуть, вот здесь он победитель, в отличие от Обамы. За последние 8 месяцев у нас на счету больше побед над ИГИЛ, чем за все время правления предыдущей администрации. Но пока Ассад остается у власти, Россия определяет будущее Сирии. И вот уже журнал New Yorker пишет, что с новым статус-кво на самом деле смирился и Трамп. Он якобы согласен с тем, чтобы Башер Ассад оставался на своем посту до 2021 года. При этом глава Госдепартамента США Рекс Тилерсон заявил, что он с такой позицией не согласен. Президент довольно ясно подчеркнул важность сохранения рабочих отношений между США и Россией. Но пока их нет. Мы сотрудничаем в Сирии, но вторжение России в Украину мы не можем принять. Как я уже говорил ранее, Россия приняла решение поддерживать Башера Ассада. Мы решили этого не делать. Но когда вы вторгаетесь на территорию другого государства, мы не можем это так оставить. К слову, Украина упоминается и в том самом оборонном бюджете США, который подписал Трамп. Из выделенных Пентагона почти 700 миллиардов долларов, 350 миллионов предусмотрены на военную помощь Киеву. Кроме того, документ содержит пункт о сдерживании потенциальных угроз со стороны Москвы. Речь идет о противостоянии пропаганде, кибератаках, вмешательству в выборы, гибридной войне. На помощь союзникам в Европе и странах НАТО по противостоянию России выделяется более 4,5 миллиардов долларов.